Доброе утро, друзья. Жизнь наживается. Выглянуло солнышко, блещет на углу. Заляпанные окна. Чадли носом своим мух ловит. Чучи на улицу выпускаем. Не лавка, не лавка. Чучи. Чучи. Да, птичка Чучи. Какая птичка. Какая птичка. Такой смешной. Все, понюхала. Ему больше интересно, чем это. Ух ты. Ой, какая птичка. Такой смешной. Хвост наяриваю. Гляньте. Дынь, 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 дынь. Кто там? Птичка, да? Невеличка. Он больше гавкает из-за ревности. Из-за ревности, что вот я что-то хотела. Уделяю внимания слишком много. Смотрите, насколько погода хорошая. Я вот люблю такие облака, такие массивные, красивые. Ночью такой ливень был. Вчера я уснула поздно, как всегда. Молния там фигачила. У меня же окно открыто. А вот молния, грунт. Потом как ливануло. Наверное, полчаса такая была погода. Потом я все уснула. В общем, шикарная. Даже свет вот тут на улице вырубился. Класс. Что это такое? У меня сегодня, знаете, что по плану? Я буду делать блинчики. Кефир у меня есть. Хочу пожарить блинов. Я, знаете, как делаю? Последний раз так делала. Нажарила. Ну, сколько там. Много, да? И разделила их и заморозила. Потом достала и разогрела на сковородке. Вот еще это прям классные. Такие же, как и вот свежие. Поэтому сейчас нажарю, заморожу. И вот так на завтрак буду с моим лососем. Вот так вкусняцко будет. Сейчас муж там посуду помоет. Ему нравится утром посуду мыть. И пойду опять ему грязнить все. Да, тюси? Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Все им нужны, друзья. Тик-тик-тик. Когда солнце светит, прям настроение улучшается. Но надо включить телевизор, чтобы посмотреть, что вообще происходит. В мире. Хотя и так все понятно. Но, может быть, пойдем на какие-то решения. Уже пора, да? Сейчас посмотрим. Жарить буду на двух сковородках. Тесто замесила. Рецепт блинчиков обалденных у меня есть на канале. Они просто нереальные на кефире, на кипятке. Очень вкусные, ажурные, тонкие. Так что тарелка, масло, сахар, сливочное масло тоже промазываю обязательно. А как иначе я не могу, иначе. Оно еще теплое. У меня как раз есть время. Минут 10 пойду зарядку сделаю, скажем так. Она у меня такая, знаете, 10-минутная, но прям активная, что ли. Или как это сказать-то. В общем, нормальная зарядка. Я, как всегда, на своем пятачке. У нас никогда полиция срода не ездила. А сейчас полицию проехала, даже посмотрела так на меня. Но я же с собакой. Я ему даже и не привязываю. Нет, а зачем поводок, если он там наш дом. Он там, он щенком гуляет с Хаски. Чарли ему не понравился. Вернее, Хаски Чарли ему не понравился. Начал с ним ругаться. Вот так вот. Водичка, чтобы смывать все его проказы. Чарли, блядики. Там мусорка такая. Так что вот так. Погода замечательная. Я вот надела жилетку, но она здесь совершенно не к месту, потому что прям жарко. Все с собаками вышли гулять. Чапару походят. Хотя время-то уже около 12. Чего куда? Уже поздно гулять с собаками. Хотя сейчас все встают, когда хотят. Хлеб привезли, кстати. Мне надо было бы купить. Пока есть замороженный. Я всегда покупаю хлеба 10. Мужу себе у меня. Мне на месяц хватает. А вот. А ему замораживаю и вот достаем. И пользуемся. Вот такие вот дела. Вышли погулять. Свежим воздухом подышать. Вы знаете, на улице прям война войной. Полицейские машины. Каждые 5 минут вертолеты над головой. Каждый день. И это, я еще повторю, у нас маленький город. 60 тысяч населения. Там вот летает вертолет полицейский. Вообще. Хочу его заснять. Вон он. Вертолет летит. Колеса сдутые. Не смотрите на нас. Мы долбанутые. В прямом смысле. На обед у нас сегодня салат. Себе наложила костей. Здесь два крыла. И кости. Вот такие. И салат. Всем приятного аппетита. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Как будто на занятиях. Теперь в пятницу следующее занятие. Вообще здорово. И как всегда болталка. На сегодняшний день у нас 102 тысячи. 102 тысячи. 136 человек заражены. Это вот представьте себе наш город. Это 60 тысяч. Это почти два наших города заражены. Обалдеть. Умерло 9053 человека. А выздоровела 22647. Я каждый день выставляю эти, как говорится, информацию в Ютуб. Ну и в Ютуб. В Инстаграм. Ссылочка внизу. В инфобоксе. И вы знаете, вот много разных показывают по телевизору, по Ютубу ходят везде такие видео, что типа в Испании больницы пустые, там никого нету, все это вранье, вирус это фигня, это обычный грипп, это ОРВИ. Мне просто, знаете, это, наверное, у людей такая, как это идет, самозащита, что ли. Вот они себя уговаривают тем, что это грипп, что это обычная ОРВИ, что все у них пройдет. Вот таким образом у них на душе спокойнее становится. Чарли там ломится ко мне. Вот, и они думают, что этот грипп их не коснется. Я человек-реалист. Я знаю, что вирус существует. И чтобы обезопасить себя, я могу сделать только одну вещь – сидеть дома. Таким образом я не только, может быть и грипп, хрен с ним, но грипп, который убивает. А он не нужен, нифига не нужен. Поэтому я сижу дома, и таким образом я ни сама не заражусь, ни других не заражу. О том, что он существует, я знаю не по наслышке, потому что у нас в семье есть врачи, у нас есть медсестры. У сестры мужа дочка молодая, она на Тенерифе живет, она медсестра. На данный момент сестра мужа в депресснике, в глубоком депресснике, потому что она сидит здесь, а ее дочь там работает 20 часов в сутки с больными. Потому что с больными гриппом, от которого умирают каждый день, вот я вам только сейчас сказала, гриппом. болеют. Поэтому дочь, сестра, вообще она уже не выходит, она вся, как говорится, в трансе, как на мини живет. Потому что этот грипп убивает не только стареньких, но и молодых. Вот. А у нас в Испании 20% всех зараженных это медики. И вот она нам рассказывает об этом гриппе, которого не существует, как некоторые говорят. Ужасы разные. Вот. Еще у нас в семье в Гранаде есть родственник. Вышел на пенсию 2 года назад. 2 недели назад его вызвали на работу в больницу, в которых никого нет, пустые. А нахрен его тогда вызвали, если никого нет? Снимают, что около больниц нет народа. Правильно. А его и не будет. Народ-то весь внутри. А этот народ больной нельзя навещать. К ним очередь из родственников не впадет. Потому что нельзя навещать. Его не только нельзя навещать, этого родственника. Но он когда умрет, его и хоронить нельзя. Потому что он заражен. Его отправят в морг и похоронят. Без тебя, без родственников. По-моему, один человек может пойти. Вот. И выбирайте из всех семей, кто пойдет на похороны своего близкого, который умер от гриппа. Поэтому больницы... Конечно, я тоже могу пойти и снять вам пустую больницу. Только это будет не больница, а поликлиника, где раньше принимали врачи. А сейчас они принимают. Как я вчера вам рассказала. По телефону звонят своим больным, которые на назначение к врачу. И вот по телефону им назначают всякие медикаменты. А сам центр, вот эта поликлиника пустая. Она не то, что пустая, она закрыта. Потому что, чтобы люди туда не перлись, народ не скапливался и не заражали друг друга. Поэтому, да, я тоже могу пойти и сказать, все это фигня. Вот, посмотрите, пусто все. И около больницы у нас тоже никого нету. А кого вы там хотите увидеть? Очередь из коек больных или кого там хотят увидеть? Естественно, там никого не будет. Потому что все внутри больные, внутри. Медики тоже внутри. А внутрь вас просто так никто не пустит. Поэтому мне так смешно и так жалко этих людей, которые отрицают и ходят такие довольные по улицам. Вот, посмотрите, я такой герой, я такой хожу по улице, мне нифига. Ну, ходи, ходи. До поры, до времени. Доходишься. Ладно, у нас, представляете, вчера, я говорила, у вас у мужа есть группа там с родственниками. Ну, я иногда слушаю. И они вчера рассказывали. Тоже в Испании, тоже дебилов много. И один, значит, из Мадрида. А там же пик сейчас, конечно, в Каталонии. И, в общем, он сделал тест на этот вирус. И оказался зараженным. Ему надоело ждать. И он уехал с Мадрида и доехал до пляжа. Представляете, это 500 километров. Доехал. Представляете, сколько он человек заразил? А вдруг вот от этого гриппа кто-то вот из этих зараженных не смог справиться с этим гриппом и помер. Потому что этот дебил захотел поехать на пляж. Вот не будьте такими дебилами. Сидите дома. И все это быстро, быстро закончится. Все равно это рано или поздно закончится. Так давайте посидим, чтобы это вот нас не коснулось. И насчет вот рот. Есть ли у нас знакомые какие-то там, кто заражен? У меня лично нет. А вот у подруги есть знакомые, которые, да, заражены. Надо, кстати, спросить ее, что там и как. Вот. Поэтому мне телевизор не нужен. Вон позвонил от племянницы и спросил, что надо. Но я не звоню, я не спрашиваю, потому что я этот ужас не хочу слышать. Зачем? Мне это не надо. Вот такие вот новости. Так что неверующих вам... Ну, мне кажется, это больше, когда говорят, что это не существует, когда это грипп, это просто, чтобы успокоить свою душу. Мне так кажется. Я сейчас пойду удалять усики. Я вот такой вот, когда ходила в Альканпу, по-моему, купила вот такую штуку. Там я обычно пользуюсь воском такой, который в такой в чашке разогревается с горячим воском. А это вот такие вот купила. Но я же не буду покупать. Кстати, знаете, я на работу, я не знаю, говорила вам, не говорила. У нас город, где я работаю, закрыли. То есть туда не попадешь просто так. Все входы, выходы закрыли. Стоят полиция. Вот. И, ну, меня пропустят, потому что у меня там работа. Но нафиг надо рискнуть. Хотя душа болит, потому что дождь был сильный. А у нас там очень сильная влажность. Там постоянно нужно проветривать. Да и вообще. Я вообще, я не знаю, на днях, наверное, все-таки съезжу. А вдруг, блин, в воровы залезли или еще что. Прям вот не знаю, как там и что. Поэтому надо съездить. Но вот я два дня назад слышала, что город весь закрыли. Мэрша, которая моя клиентка, по телевизору ее видела, она перекрыла весь город. Там что-то два, по-моему, зараженных есть. Вот. Но они уже все это в больнице или дома, я уже не знаю. Вот. И чтобы избежать большего заражения, она все просто взяла и перекрыла свой город, чтобы оберечь своих жителей. Вот такие вот так вот. А я пошла удалять усики. У тарака на усики. У мальчуга на трусики. Что-то у меня сегодня как-то сонное царство. Спать охота. Я чай себе заварила. Пойду чай попью и удалю усики. Достала мясо. Когда барбекю, не знаю, будем делать, потому что погода-то... Жвачка. Погода не очень. Ну, выходные, наверное, до выходных же не будет это мясо лежать. Я хочу его прям порезать кусочками. Ну, и, естественно, в заморезку кинуть. Вот. Кусочками, которые мне надо. Вот. Потому что все мясо, не знаю, все. Нет, порежу все. Да и пожарим все. Жареный шашлык можно лопать целую неделю. Правда же ведь? Так что я что-то сейчас лежала, лежала, думаю, блин, мясо, а то пропадет нафиг. Пожалко. Это мой ужин. Что это такое? А, это блик. Как же она быстро портится, клубника, это просто кошмар. Две выбросила. Вот. И вот так вот поем клубничку. И буду с вами прощаться до завтра. Я завтра, наверное, ничего не буду готовить, потому что курица сегодняшний гриль осталась. Еще дофига всего там. Еды. Вот, тут еще подливка осталась. Мужу сделаю завтра рис с подливкой. Я себе вот курицу с чем-нибудь. В общем, да, еды полно. Так что завтра я не готовлю. Блин, забыла в салат сегодня добавить икру. Помните, я икру-то покупала в банке. Совершенно про нее забыла. Но ничего. Ей все равно ничего не будет. Она в масле. Ладно. Встретимся с вами завтра. Всего вам самого лучшего. И не болейте. Сидите дома. И всем пока-пока.